Урал, Пермский край. Сегодня 8 октября. Ну, конечно, все уже давно убрано. Остался вот только лук-порей, сельдерей и капуста. И все-таки нам с погодой в этом сезоне повезло. И я хочу вас сегодня познакомить с урожаем тыквы, которую я выращивала в этом сезоне. Есть необычные сорта. И о каждом сорте я вам сегодня расскажу. И первый сорт называется Турецкая челма. Это сортовая тыква от агрофирмы Поиск. Сорт среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 95-100 дней. Эта тыква может выращиваться и в северных регионах, и в южных, в самых жарких, так как сорт засухоустойчив. Растение вырастает очень мощное, плетистое. И с одного куста можно получить до 6-7 плодов вот такой интересной челмовидной формы. Вот эти плоды еще маленькие, но они полностью созревшие. Посмотрите, какой необычный окрас. Необычная форма. Ну просто красотка. А вот эта тыква, она уже переросла, и цвета у нее, оранжевые, пропадают. Она становится полностью зеленой. Очень, конечно, интересная тыква. Вверх у нее ярко-оранжевый. Вот с такими продольными зелеными полосами. Тыква сегментированная. Посмотрите, она разделена вот такими кусочками. Ну а шапочка, как челма. Бело-зелено-оранжевая. Она может быть от 1 килограмма и до 4 килограмм. Семенная камера у этой тыквы небольшая, маленькая. Семян немного. Это сортовая тыква, поэтому, конечно, можно собирать свои семена в дальнейшем. Мякоть нежная, и она распадается на волокна. Отличный вкус. Ее можно и варить, и тушить, и запекать, и делать из нее цукаты. Универсальное назначение. Очень часто нас спрашивают, продаем ли мы свои семена. Да, в этом сезоне мы занялись продажей семян. Если вам это интересно, вы можете под роликом прочитать всю информацию, как правильно заказать семена. А семена продаем и томатов, и перца, и арбузов, и других овощных культур. Ждем вас в нашем магазине семян. Тыква голландской селекции у Чики Кури. Это гибрид. Представила фирма Престиж Семена. Это раннеспелый гибрид. От всходов до первого сбора плодов 80-95 дней. Кожица тонкая, и при полном созревании она становится оранжево-красной. Растение формируется мощное, плетистое. И с одного растения можно получить три вот таких необычных по форме тыквы. Я бы сказала, что это такая располневшая груша. Вес тыквы от полутора до двух килограммов. Ну, согласитесь, это очень удобно, когда мы что-то приготовляем. Вот одной тыковке хватит накормить небольшую семью. Потому что обычно тыквы все очень огромные, большие. Их приходится резать, замораживать. Ну, а здесь очень удобная тыква. Мякоть желто-оранжевая. И у нее есть ореховый привкус. Ну, конечно, использование универсальное. Можно использовать в домашней кулинарии. Кушать в свежем виде. Ну, а также можно и замораживать, и перерабатывать. Особенно хочу отметить ценность этого сорта. Во-первых, тыква устойчива к болезням. Вообще не болел куст. Ну, и как все тыквы, она хорошо хранится. Ну, а сейчас хочу представить тыкву сортовую, которая называется тортилла. Посмотрите, как она выглядит эффектно на фотографии с пакета семян. И что выросла у меня. Тыква действительно тортилла. Очень необычная кожа. Она вся бугристая. Согласитесь, выглядит очень декоративно и эффектно. Сорт средний-поздний. От всходов до начала плодоношения 125-130 дней. Плоды круглые, если сверху на них смотреть. А если смотреть сбоку, они все плоско-округлой формы. Цвет плодов от серого до сине-зеленого и темно-зеленого цвета. Мякоть у этой тыквы желто-оранжевого цвета, очень толстая, нежная, сладкая, с повышенным содержанием сахаров. Но и она невероятно вкусная. Вот эту тыкву можно кушать в свежем виде, просто как яблоко. Так как у нее во вкусе отсутствует какая-либо терпкость, которая иногда бывает у тыкв. Благодаря высокому содержанию сахара у этой тыквы просто универсальное использование. Можно делать и пудинги, и торты, пирожные цукаты, варить вкусные каши, ну и, как я уже говорила, кушать ее в свежем виде. Ну и, конечно, у нее потрясающий декоративный вид. Ее можно использовать просто в декоре вашей квартиры. И вы знаете, эта тыква еще очень долго хранится. Она хранится больше одного года и не теряет своих вкусовых качеств. А эта сортовая тыква от Сибирского сада называется «Конфетка». Сорт среднеспелый, от полных всходов до сбора урожая 115-138 дней. Растение длинноплетистое, плоды все округлые, шероховатые, сегментированные, вот на такие небольшие дольки. И вес плодов всего лишь от одного до двух килограммов. Тыква просто порционная, и она очень удобна в использовании. Сорт «Конфетка» пользуется большой популярностью, так как он обладает хорошей холодоустойчивостью, и его можно выращивать даже в самых северных регионах. Само название говорит все о вкусе. Сорт называется «Конфетка». И мякоть такая же, как «Конфетка». Сладкая, мягкая, сочная, очень высокое содержание сухих веществ, поэтому тыква долго хранится, при этом не теряет своих вкусовых качеств. Но и у тыквы повышенное содержание сахара и витамина С. Тыкву «Конфетка» можно кушать и в свежем виде, и она хороша во всех видах переработки. Согласитесь, очень удобно, она маленькая и вполне хватает всей семье на один раз. Мускатная гибридная тыква «Барбара». Эта тыква прекрасно растет и плодоносит абсолютно в любых регионах. Тыква раннеспелая. Первые плоды можно уже кушать через 50 дней после всходов. Представляете, как это рано? Но если вы хотите эту тыкву собрать для хранения, тогда можно ее собирать только через 85-90 дней после всходов. Можно даже ее выращивать и дольше на грядке, что я и сделала, чтобы стала более твердая кожица. И тогда у этого гибрида очень хорошая лёжкость. Плоды красивой цилиндрической формы. И у каждого плода на конце есть вот такое небольшое утолщение. Именно здесь хранятся семена, которых не очень много. И представляете, всё остальное – это тыквенное мясо. Мякоть у этой тыквы оранжевого цвета. Очень сладкая, вкусная. Вес плодов от 1 кг и до 1,5 кг. Но по опыту могу сказать, что есть вот такие вот большие тыквы, которые весом до 4 кг. Ну и как все тыквы, этот гибрид очень хорошо хранится. До лета прекрасно сохраняет свои вкусовые качества. Я рассказала обо всех тыквах, которые выращивала в этом сезоне на своем огороде. Они все очень урожайные, вкусные. Некоторые из них очень необычные. Ну и, конечно, все тыквы долго хранятся. И их можно кушать всю долгую зиму до следующего сезона. На этом всё. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok